мир божий дорогие собратья благодарность нашему отцу небесному за такую возможность которую нам дает и за то что мы живы и здоровы встречаем еще один субботний день мы живем в непростые времена и это с тех пор как адам и евро согрешили и как последствие в нашем мире пришло проклятие греха который мы ощущаем поныне тот который оболстил их в виде змея сегодня ходит среди нас как рыкающий лев ища кого поглотить и к сожалению немало раз ему это удается как нам же себя вести после того как мы поддаемся его улов уловкам библия говорит нам в 1 иоанна 3 главе 4 стих следующие слова всякий делающий грех делает и беззаконий и грех есть беззаконие краткое объяснение что такое грех дает нам библия в этом стихе что он является беззаконным и что происходит тогда когда мы делаем это беззаконие мы прочитаем в один стих в книге исаи 59 глава 2 стих но беззакония ваши произвели разделение между вами и богом вашим и грехи ваши отвращает лицо его от вас чтобы не слышать рассуждая над этим стихом мы можем сделать вывод что когда мы грешим наши с богом личные отношения портятся и я могу не сагу я не могу не согласиться с этими словами потому что вспоминаю что я чувствовал те моменты когда я грешил был такой случай в детстве мы с вместе с детьми по соседству зашли в один дом чужой и хозяева этого дома переехали в другую страну жить и мы разбили окно подвала зашли туда и посмотрели что там есть что там осталось были очень любопытны и из вещей почти ничего не осталось нашли только пару разбитых копилок и мы взяли каждый по несколько осколков чтобы использовать его как умел вместо мела для рисования я посмотрел в сторону и увидел там целую копилку и думал возьму ее на всякий случай если закончится мел и чтобы было запасе взял ее привез домой эту копилку и спрятал возле забора в огороде чтобы никто не знал тем более родители чтобы никто не видел я спрятал ее и после несколько часов прошла вся эта эйфория знаете как бывает когда вместе с друзьями волна тебя ведет и вот когда остался один после несколько часов я начал думать насчет этого происшествия и понял что в конце концов это кража пытался всячески найти отговорки что нет никому не нужно и там валяется без повода хозяева все равно не вернуться и навряд ли им нужна нужна старая копилка и всякие такого рода отговорки я искал себе чтобы объяснить почему я это сделал было такое чувство у меня что хотел прятаться чтобы никто не узнал и даже не было желания помолиться богу как обычно я делал помните из библии что сделали адам и ева когда поняли что они наги посмотрим в бытие 3 главе восьмом стихе описана эта ситуация его слышали голос господа бога ходящего в раю во время прохлады дня и скрылся адам и жена его от лица господа бога между деревьями рая когда они согрешили у них ну сейчас только предполагаем какие чувства у них были тогда скорее всего у них были сильнее чувства чем в наше время потому что мы более испорченные и у них тоже было такое чувство прятаться от лица господня когда мы грешим сатана радуется потому что знает как нам плохо и сложно потом покаяться и прийти вновь богу когда мы грешим у нас есть два выбора или не признаемся думаем все хорошо идем дальше и если мы выбираем этот путь сатана очень рад этому потому что имеет чем нас задевать и имеет чем нам нами управлять в дальнейшем ему легче будет следующий раз предложить нам другой почти такой же грех чтобы мы вновь упали и второй вариант чтобы мы раскаялись давайте посмотрим два примера из библии чтобы размышлять и принимать впоследствии правильные действия первый пример находится в книге первое царство 15 глава чтобы понять немножко ситуацию прочитаем с первого стиха и посмотрим что случилось и сказал самуил саулу господь послал меня помазать тебя царем над народом его над израилем теперь послушай глаза господа так говорит господь саваоф вспомнил я о том что сделала малик израилю как он противостал ему на пути когда он шел из египта теперь иди порази амалика и истреби все что у него и не давай пощады ему но предай смерти от мужа до жены от отрока до грудного младенца от вала до овцы от верблюда до осла и собрал саул народ и пошел с ними воевать и поразил саул амалика от хавилы до окрестностей сура что пред египтом но саул и народ пощадили агага и лучших из овец и волов и откормленных и огнят и все хорошее и не хотели истребить а все вещи маловажные и худые истребили когда пришел самуил к саулу то саул сказал ему благословен ты у господа я исполнил слово господа и сказал самуил а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов которые я слышу и сказал саул привели их от амалика так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения господу богу твоему прочие же мы истребили в данном периоде жизни саула было слово господне к нему через самуила чтобы он пошел истребил один народ который противостоял народу израильскому в то время когда они выходили из египта и не дал ему пройти через свои земли и и теперь саул когда видел что господь его благословил то пощадил хорошей улов пощадил а все худой уничтожил вопреки слова слова божьему и посмотрим что сказал самуил от господа далее как какой взгляд как смотрит на это господь на этот поступок и сказал самуил саулу подожди я скажу тебе что сказал мне господь ночью и сказал ему саул говори и сказал самуил немалым ли ты был в глазах твоих когда сделался главою колен израилевых и господь помазал тебя царем над израилем и послал тебя господь в путь сказав иди и предай заклятию нечестивых нечестивых амаликитян и воюй против них доколе не уничтожишь их зачем же ты не послушал гласа господа и бросился на добычу и сделал зло предачами господа и сказал саул самуил я послушал глаза господа и пошел в путь куда послал меня господь и привел агага царя амаликийского амалика истребил народ же из добычи из овец и валов взял лучше из заклятого для жертвоприношения господу богу твоему в галгале с человеческой с человеческой точки зрения мы можем рассуждать таким образом на то время жертвоприношения были хорошим постановлением и если смотреть с человеческой точки зрения мы можем сказать что саул в какой-то мере прав он уничтожил все плохое и взял лучшее для господа бога чтобы принести в жертву однако мы видим как смотрит на это господь через слова которые передал через самуила что он сделал не послушался гласа господа и бросился на добычу и сделал зло предачами господа и мы видим тут два момента интересных что саул взял в живых в живых царя этого города и на те времена если получалось брать в заложниках царя это было больше почести для того кто берет его в заложниках и скорее всего поскольку сатана знал сердце саула он именно этим и воспользовался и дал ему возможность чтобы он мог взять агага живым и чтобы его сторону в сторону саула было больше больше почести еще один момент когда пришел упрек или же когда самуил пытался обличать его он говорит что я сделал все как повелел мне господь и все что я взял и и народ который народ который взял всю эту добычу для того чтобы привез принести жертву богу твоему и этими словами конечно мы можем предположить что отношения между саулом и богом испортились то есть он признавал его только как бог самуила они своего бога и вот эти два момента мы можем проследить и дальше если прочесть эту главу до конца что он еще пару раз пытался оправдать себя и свой поступок и почему он так сделал и не признавать свой грех второй пример чтобы было как сравнение мы прочитаем из книги второе царство двенадцатая глава второе царство двенадцатая глава послал господь на фана к давиду и тот пришел к нему и сказал ему в одном городе были два человека один богатый а другой бедный у богатого было очень много мелкого и крупного скота а у бедного ничего кроме одной овечки которую он купил маленькую и выкормил и она выросла у него вместе с детьми его от хлеба его она ела и из его чаши пила и на груди у него спала и была для него как дочь и пришел к богатому человеку странник и тот пожалел взять из своих овец и или волов чтобы приготовить обед для странника который пришел к нему а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека который пришел к нему сильно разгневался давид на этого человека и сказал на фану жив господь достоин смерти человек сделавший это и за овечку он должен заплатить в четверо за то что он сделал это и за то что он не имел сострадания и сказал на фан давиду ты тот человек так говорит господь бог израилев я помазал тебя в царя над израилем и я избавил тебя от руки саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лона твое и дал тебе дом израилев июдин если этого для тебя мало прибавил бы тебе еще больше зачем же ты пренебрег слова господа сделав злое пред очами его урью хитиянина ты поразил мечом жену его взял себе в жену а его ты убил мечом аманитян итак не отступит меч от дома твоего вовеки за то что ты пренебрег меня и взял жену ури хитиянина чтобы она была тебе женою так говорит господь вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему и будет он спать женами твоими пред этим солнцем ты сделал тайно а я сделаю это пред всем израилем и пред солнцем в этих словах мы видим рассказывается нам эта история которая произошла с давидом когда его войско было на войне и он будучи в своем дворце сделал грех перед господом и потом когда люди могли узнать что он согрешил он начал скрывать все это видим такое же чувство как было и у адама и вы и у саула чтобы скрывать чтобы оправдать как то это и в итоге получилось что он убил даже мужа это этой женщины урию и многое он был готов сделать ради того чтобы его грех не всплыл на поверхность потом господь по милости своей отправил к нему пророка чтобы открыть глаза ему на этот грех видим аналогию со случаем саула и в этом случае с давидом что господь не оставляет грешника без того чтобы предупреждать его без того чтобы позвать его чтобы он покаялся с другой стороны сатана пытается всячески омрачить и затуманить разум чтобы человек не признавался в этом оправдывать и видим две разные реакции первая первая реакция то что человек продолжает оправдывать свой грех и ожесточать свое сердце вторая реакция мы прочитаем как ответил давид и сказал давид на фан согрешил я пред бог пред господом очень короткий ответ однако искренний и этот ответ помог давиду признать свою ошибку наладить отношения свои с богом и впоследствии унаследовать жизнь вечную в чем главное отличие между этими случаями есть один стих из книги первая иоанна первая глава точнее три стиха с восьмой по десятой стихи если говорим что не имеем греха обманываем самих себя и истины нет в нас если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды если говорим что мы не согрешили что мы не согрешили то представляем его лживым и слова его нет в нас есть только два выбора после того как после того как мы продолжаем мы продолжаем обманывать себя попытаемся обманывать других что мы не согрешили и нет в нас греха и второй путь что когда мы исповедуем свои грехи и господь готов нас простить и дальше у нас с ним отношение улучшается что произойдет с этими двумя классами людей в будущем мы имеем некоторое описание что будет в будущем прочитаем в книге откровения двадцать первая глава увидел я новое небо и новую землю ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба приготовленный как невеста украшенная для мужа своего и услышал я громкий голос небоговорящий все скиния Бога с человеками и он будет обитать с ними они будут его народом и сам Бог с ними будет Богом их и отрет Бог всякую слезу с очей их и смерти не будет уже ни плача ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее прошло побеждающий наследует все и буду ему Богом и он будет мне сыном боязливых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев и долослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою это смерть вторая и не войдет в него ничто не чистое и никто преданный мерзости и лжи а только те которые написаны у ангца книги жизни зная наперед участь этих двух классов мы можем сделать себе выбор в какой класс мы входим что нам лучше потерпеть позор здесь мимолетный признать что мы грешные и за это получить прощение или же настаивать на свой на свою правоту настаивать на то что мы все правильно сделали мы не согрешили и продолжать жить в таком состоянии и получить награду если можно так назвать и получить наказание когда иисус придет на небесах чтобы спасать своих а те которые были против чтобы были преданы смерти давайте же в дальнейшем на этой неделе и в будущем чтобы каждый рассмотрел свою жизнь и сделаем правильный выбор в таких ситуациях пусть нам Бог поможет даст мудрости и даст сил чтобы принимать правильный выбор пока еще есть время благодарю всех за внимание пусть Бог благословит всех нас на тему и это не это я в этом это что Продолжение следует...